Коринфянская церковь Недостатка в каких-то дарованиях, но мы видим, что ситуация была сложная. Были деления, разногласия, недопонимания, грехи. И апостол Павел пишет это послание для того, чтобы эту ситуацию исправить и показать этой церкви те упущения, те недостатки, те неверные пути, которыми она пошла. И рассматривая это послание, мы подошли к 13 главе, в которой апостол Павел показывает им этот важнейший недостаток – отсутствие любви. При наличии всех даров, которые у них были, Павел говорит, отсутствие любви сводит на ноль, сводит на ничто, все их служение. И мы рассматривали с вами в прошлый раз 13 главу, и мы сегодня будем продолжать. Давайте мы прочитаем следующий отрывок. Это 13 глава с 8 стиха и до конца этой главы. 13 глава с 8 стиха. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда жена станет совершенная, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то помладенчески говорил, помладенчески мыслил, помладенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сие три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Как-то несколько собраний назад, когда мы рассматривали с вами 12 главу, и, если вы помните, я задавал вопрос, что, возможно, к вам были такие моменты, что подходили люди и задавали вопрос «Крещен ли ты Духом Святым?». И мы рассуждали о том, что это такое крещение Духом Святым. И вот, как бы, продолжая эти вопросы, я хочу задать другой вопрос. А, возможно, кто-то, задав вам этот вопрос, и когда вы, как истинный, возрожденный христианин, сказали «Да, я крещен Духом Святым», вам могли задать другой вопрос. «А как ты можешь подтвердить, что ты крещен Духом Святым?» И тогда мы начинаем думать, каким образом я могу подтвердить, что я крещен Духом Святым? Конечно, этот вопрос, он затрагивает саму суть крещения Духом Святым. И мы рассматривали это, и мы говорили, что крещение Духом Святым происходит в тот момент, когда человек получает возрождение, когда человек искренне обращается к Богу, и Господь Духом Святым входит в его сердце, дает ему возрождение, и в этот же момент он помещает человека в тело Иисуса Христа, которым и является крещение Духом Святым. И поэтому для того, чтобы нам дать какое-то удостоверение, что я крещен Духом Святым, мы должны дать удостоверение, что я возрожденный христианин. И у нас есть определенные признаки возрожденного христианина. Это отвращение от греха, это перемена жизни, образа жизни, это любовь к Слову Божьему, любовь к Церкви, желание служить Господу. Это все признаки возрождения, которые подтверждают и наше крещение Духом Святым. Но те, кто задают вопросы, могут пойти немножко по-другому и сказать, а у меня другое подтверждение. Они скажут, что мое подтверждение – это то, что я говорю на ином языке, и это подтверждает мое крещение Духом Святым. И мы должны в ответ на такое заявление посмотреть, действительно ли Писание об этом говорит. Действительно ли Писание говорит о том, что сегодня, чтобы дать подтверждение крещению Духом Святым, нам нужно именно такое доказательство – говорение на ином языке, чтобы подтвердить крещение Духом Святым. И вот мы смотрим в этот текст, который мы с вами касаемся сегодня, и в прошлый раз мы рассматривали качество любви, которое апостол Павел перечисляет здесь, и последнее качество, о котором мы говорили, что любовь никогда не перестает. И дальше апостол Павел касается тех вещей, которые перестают. Если любовь никогда не перестает, то в 8 стихе он продолжает, «Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». И мы начинаем рассуждать, о чем же говорит апостол Павел здесь. И вот эта тема, которую я как бы в этом тексте вижу, это постоянные и временные дары. Посмотрите, во всем этом отрывке мы видим, что апостол Павел говорит о том, что никогда не перестанет, и о том, что когда-то перестанет. О том, что является постоянным, и о том, что является временным. То есть апостол Павел рассуждает о постоянных дарах и о временных дарах. Оказывается, Бог для Церкви Своей определил некоторые постоянные дары, которые на протяжении всей истории христианской Церкви должны быть, должны быть использованы, должны христианами использоваться для назидания. И были временные дары, которые были даны на какой-то период времени, и мы здесь находим, в 8 стихе сказано, что когда-то они должны прекратиться. Именно поэтому они являются временными. И мы видим, что апостол Павел здесь перечисляет три момента. Он перечисляет три дара. Посмотрите еще раз в 8 стих. Он говорит, пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Вот эти три дара перечисляются апостолом Павлом, и апостол Павел уже неоднократно перечислял эти дары. Если мы вспоминаем 12 главу, в начале 12 главе, потом в конце 12 главы, где апостол Павел перечисляет те дары, которые особо почитались в Коринфянской Церкви. Это дары, которые особо были явлены, особо вот такие видимые. Это было и пророчество, это были языки, это было и особое знание, которое коринфяне считали, что они имеют, и они считали, что, обладая этим знанием, они становятся на более высокий уровень. Бог дал им это, а у других этого нету, и они обладают этим знанием, и они стоят на более высокой ступени, чем другие члены Церкви, и поэтому они превозносились. Апостол Павел, рассуждая о любви и касаясь проблемы Коринфянской Церкви, он говорит, эти дары, которые вы почитаете более всего, и вы считаете, что они превозносят вас над другими, однажды наступит момент, они придут к своему концу. И апостол Павел так и говорит, что пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся. И здесь, когда мы рассуждаем вот о этих словах, вот мы видим здесь, апостол Павел употребляет особое слово, когда он говорит о пророчестве, и когда он говорит о знании, он употребляет одно и то же слово, это греческое слово «катаргео». У нас оно переведено немножко по-разному. Сказано, пророчества прекратятся, это «катаргео», и знания упразднятся, но это тоже «катаргео». Это то же самое, одно и то же слово употребляется там и здесь. И вот это слово «катаргео» буквально означает «станут ненужными», потому что достигнут как бы своего результата, достигнут своей цели. Это слово употреблялось вот когда, вот видите эту иллюстрацию, цветок, который завял, который уже подошел как бы к окончанию. Когда-то он расцветал, когда-то он был красивым, когда-то он радовал людей, но вот он подошел уже, и он завял, потому что жизнь его как бы подошла к концу. Вот именно это значение в этом слове «катаргео». Когда мы смотрим на слово, которое употребляется к языкам, здесь немножко другое слово. Языки написано «умолкнут», и здесь используется греческое слово «пауэо», буквально «остановятся». То есть языки, однажды наступит момент «остановятся». Интересна еще одна особенность, когда мы рассуждаем вот о разных словах, которые использует здесь апостол Павел, и здесь нам грамматика помогает. Если вы помните еще грамматику русского языка, в русском языке есть так называемый залог. Есть действительный залог и страдательный залог. Действительный залог – это активный залог. То есть когда действие совершается кем-то, когда я совершаю действие, и это действительный или активный залог. Страдательный залог – это когда действие направлено на меня, когда кто-то совершает действие, и это действие на меня направлено. Вот это пассивный или страдательный залог. И вот когда мы смотрим на эти два слова, которые употребляются здесь, Слово катергеу используется в пассивном залоге, то есть действие направлено на то, что пророчества и знания будут остановлены однажды кем-то, и мы понимаем, что Богом будут остановлены, или мы дальше коснемся более детально, кем это будет остановлено. То есть пророчества и знания однажды прекратятся, потому что что-то или кто-то прекратит действие. А вот когда касается вопроса языка, и это слово пауэо, оно используется и не в страдательном, и не в действительном, а в таком нейтральном залоге. Буквально, как у нас и написано, языки умолкнут, то есть они умолкнут сами по себе. Придет время, когда они остановятся сами по себе. И вот мы думаем, что же имел в виду апостол Павел? Как это будет происходить? Когда будет это происходить? И когда мы рассуждаем вот о в отношении пророчества и в отношении знания, конечно, мы тогда смотрим на 10 стих. И посмотрите, в 10 стихе написано «когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». И когда мы рассуждаем о пророчестве и о знании, и говорим, что-то должно прекратить это действие, мы видим, речь идет о совершенном. Вот это совершенное, которое однажды придет или наступит, оно прекратит, оно будет действовать так, что прекращено будет пророчество и прекращено будет знание. Конечно, мы будем рассматривать сейчас, о чем идет речь и что же это за совершенное, которое однажды это совершит. Но для нас ясно из этого стиха 8, что вот эти три дара, о которых говорит апостол Павел, это пророчество, это языки, это знание, однажды придет к своему окончанию. И вот здесь вот, когда мы рассуждаем об этом, я говорил, что мы можем встретиться с представителями различных церквей, которые утверждают, что в настоящее время эти дары по-прежнему присутствуют. Что сегодня по-прежнему христиане должны говорить на языках, христиане должны пророчествовать и христиане должны иметь какое-то особое знание. И вот когда мы рассуждаем об этом, то вот здесь вот как раз мы и сталкиваемся с некоторым противостоянием. И когда мы думаем об этом, мы можем прийти к следующему выводу. Почему мы говорим о том, что в настоящее время это событие уже произошло? Почему мы говорим, что сегодня уже пророчество прекратилось и языки умолкли? Три аргумента, которые мы можем вот здесь вот предоставить. Первое – это три периода чудес. Помните, мы уже рассматривали когда-то, несколько наших собраний назад, мы говорили об этом, о том, что на протяжении всей библейской истории есть три периода, когда Бог совершал особые чудеса. Это был период Моисея, когда Моисей творил чудеса. Потом второй период – это был период Ильи и Елисея, когда мы тоже видим, чудеса совершаются. И третий период – это уже события или период Иисуса Христа и апостолов. Интересно, что каждый из этих периодов не длился более 70 лет. И после этих 70 лет прекращались чудеса, и мы уже не видим где-то продолжения этих чудес. И когда мы смотрим вот на Новый Завет, потому что мы-то сейчас рассматриваем события Нового Завета, мы видим, что в Новом Завете последнее чудо, которое записано в книге «Деяния апостолов», это было исцеление отца Публия Павлом. Это 28 глава книги «Деяния апостолов», 7-9 стихи. Это последнее чудо, которое было совершено и которое записано было. И после этого мы не видим больше никакого указания. Интересно, что книга «Первое послание к Коринфянам» описывает эти чудеса, описывает эти дары, в которых чудеса совершаются. Но книга «Первое послание к Коринфянам» — это одна из ранних книг. «Послание к Коринфянам» было написано очень рано, более поздние книги, например, «Послание Ефесянам» или «Послание Римлянам», в которых также употребляются списки даров Духа Святого. Но уже не упоминаются эти чудесные дары, уже не упоминаются языки чудотворения, пророчества, исцеления. Только ранняя книга «Первое коринфянам» использует и указывает на это. Более поздние послания апостола Павла уже не упоминают на это. Другой текст, который мы находим, посмотрите, это «Послание евреям». Мы читаем с вами 2 глава, 3-4 стихи. А «Послание евреям» — это тоже позднее послание. Оно было написано где-то в 67-68 годах, то есть буквально перед разрушением Иерусалима. И вот «Евреям» 2 глава, 3-4 стихи написано так. «То как мы избежим, вознерадев о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами и раздаяниями Духа Святого по Его воле». Посмотрите, апостол Павел пишет послание евреям. Позднее послание, примерно уже перед разрушением Иерусалима. И он говорит о событиях чудес, как о событии прошлом. Он говорит, Евангелие было проповедано нам, и оно утвердилось в нас, потому что были чудеса, были различные раздаяния и силы Духа Святого. То есть послание евреям уже описывает этот период как событие прошлого, как то, что было когда-то. И это первый аргумент, который мы рассматриваем в отношении того, что сегодня мы не видим этих чудес, и в том числе языков. Второй аргумент. Языки – это суть приближения суда. Мы будем рассматривать следующую 14 главу, где более подробно будем говорить о том, что такое языки, зачем они были даны, о чем говорит апостол Павел. Но для нас очень важно понять уже сейчас, что дар языков указывал на приближение Божьего суда. И мы читаем с вами, посмотрите, 14 глава, в 21 стихе апостол Павел говорит, «В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить к народу сему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих». Мы будем касаться более подробно вот этого пророчества, но здесь Павел указывает на пророчество Исаии. Исаия говорил в Ветхом Завете о том, что когда народ израильский не будет покоряться Богу, Господь пошлет суд, и указание на этот суд будет проявлено в иных языках. Сказано, зато лепечущими устами буду говорить тебе, чтобы народ понял, Бог будет судить народ за неповиновение. И когда это пророчество было произнесено, и когда дары языков использовались в церкви, наступает 70-й год. А 70-й год – это разрушение Иерусалима. А 70-й год – это суд Божий на народ израильский. И поэтому, когда произошел этот суд, и народ израильский был рассеян, и прекращается вообще иудаизм. И народ израильский уже не имеет ни страны, ни народа. Они рассеяны по всему лицу земли. Дар языков выполнил свое предназначение. Он указал на этот суд. Он сделал то, что необходимо было сделать. И поэтому, выполнив свое предназначение, этот дар не имеет больше никакого смысла. И поэтому мы говорим, это второй аргумент, что этого дара нету сегодня. Он прекратил свое действие. И, наконец, третий аргумент – это история церкви. Когда мы смотрим на историю церкви и видим, каким образом многие отцы церкви, многие христиане указывали на этот дар, то мы видим, что с самого начала история церкви говорит о прекращении этого дара в I веке. Мы читаем с вами у учеников апостолов, то есть те, кто были после апостолов, учениками апостолов, у них не было дара говорения на ином языке. Мы читаем с вами Иустин Мученик. Он жил с сотого по сто шестьдесят пятый год, то есть буквально сразу после учеников Иисуса Христа. Он сделал список даров Духа Святого и нигде не упоминает дар говорения на ином языке. Наоборот, в одном своем письме он пишет, что это были временные дары, и они прекратились. Златоуз пишет, что этих даров нету сегодня в церкви, то есть временных даров. Августин подтверждает это. И был только один, только один представитель во II веке, который утверждал, что говорение на иных языках присутствует. Это был человек, которого звали Монтан, жрец языческий, который перешел в христианство, и который заявлял, что он сам является Духом Святым. У него были две пророчицы, которые ходили за ним и пророчествовали, и говорили на иных языках. И вот этот вот еретик, который был осужден церковью за свою ересь, он утверждал, что он говорит на иных языках. Знаете, что интересно отметить, что сегодня некоторые историки Пятидесятнической церкви, рассматривая историю, говорят о том, что Монтан, вот этот язычник, он и был родоначальником их церкви. То есть они указывают на этого язычника, на этого еретика, и говорят, что вот он тогда во II веке, он имел дар иных языков, и наше движение начинается с его правильного понимания. Когда мы смотрим на всю историю церкви, мы видим, что за этот период, да, были некоторые еретические группы, которые то там, то еще где-то появлялись и имели дар говорения на языках. Мы находим в истории движение квакеров, движение трясунов, мы находим различные еретические группы, которые были осуждены за ересь свою, которые имели вот эти проявления. И, наконец, в истории мы доходим до 1901 года. В 1901 году в городе Топека, в Кензас, собирается группа библейского института, которые желают получить дар иного языка. И они начинают молиться, и женщина по имени Агнеса Озман просит пастора возложить на нее руки, и в этот момент, ночью 1 января 1901 года, она получает, как она сама сказала, дар иного языка и начинает говорить на нем. После этого и буквально через несколько лет, в 1906 году на Азуза-стрит в Лос-Анджелесе происходит, как заявляют, великое пробуждение на Азуза-стрит, и с этого момента начинается движение пятидесятничества. Мы видим, Писание, вот рассматривая этот текст, говорит о том, что этот дар временный, и он должен был прекратиться, выполнив свое назначение. Давайте посмотрим с вами на слово «совершенное», потому что в этом тексте, который мы рассматриваем, Павел говорит, что «ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». Интересно здесь посмотреть. Павел говорит, когда наступит совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Но в 9 стихе он не упоминает языки. Он говорит, когда наступит совершенное, тогда то, что мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем прекратится. То есть наступлением совершенного пророчество прекратится и знание прекратится. О языках уже даже не идет речь. И мы можем предположить, что языки уже сами по себе закончат свое действие к тому моменту, когда настанет это совершенное. Но, конечно, перед нами встает вопрос, а что такое совершенное? О чем идет речь? Апостол Павел говорит, когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти, а отчасти это пророчество, это языки, это особое знание, оно прекратится. Что такое совершенное? И вы видите, вот здесь на экране есть пять основных толкований, которые определяют, что такое вот это совершенное. Некоторые говорят, что смерть верующего, когда умирает христианин, и он входит в присутствие Иисуса Христа, это и есть совершенное. Он входит в это совершенное состояние и прекращаются вот эти временные дары. Некоторые говорят, что будущая вечность, когда мы достигнем вечного состояния, вот это совершенное, и тогда это должно прекратиться. Некоторые говорят, что это завершение канона Нового Завета. Поскольку тогда, когда апостол Павел писал это послание, еще не было Нового Завета, собранного, законченного, написанного. И тогда, когда он был записан, и последний апостол Иоанн написал свою последнюю книгу Откровения, вот это и было совершенное. И когда был записан Новый Завет, тогда то, что отчасти пророчества и языки прекратились. Некоторые говорят, что это второе пришествие Иисуса Христа, когда Христос придет на землю второй раз, и будет наступление совершенного, и тогда это прекратится. И некоторые говорят, что это зрелость тела церкви, когда церковь достигнет особого определенного состояния зрелости. Какое из этих толкований верно? Какое из этих толкований мы можем принимать и сказать, что здесь, в 10 стихе, апостол Павел именно об этом говорит? Здесь сложно как бы утверждать какое-то определенное направление. Единственное, что мы можем сказать, что, скорее всего, некоторые из этих перечисленных толкований, они идут вместе. И апостол Павел, рассуждая о совершенном, скорее всего, несколько моментов, он упоминал здесь. Мы можем сказать, что апостол Павел ожидал пришествия Иисуса Христа еще при его жизни, возможно. Вы помните, Павел пишет первое фессалоникийцам, и он говорит, что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела придет с неба, мертвые во Христе воскреснут, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем. То есть он как бы себя причисляет к оставшимся в живых, ожидая, что пришествие Христа, возможно, произойдет при его жизни. И поэтому, когда апостол Павел писал о совершенном, он ожидал, возможно, что пришествие Христа будет очень скоро, как и Христос говорил об этом. И тогда некоторые вот из этих толкований, они идут вместе. И мы можем сказать, что и написание книг Нового Завета является указанием на совершенное. И пришествие Иисуса Христа является указанием на совершенное. Но здесь мы можем допустить некоторую ошибку, потому что мы можем искать смысл этого слова «совершенное», не вникая в само слово. Как для нас определяется, что такое совершенное? Конечно, мы начинаем думать, что совершенное – это что-то действительно вечное. Совершенное – это что-то безгрешное, это что-то связанное с небом, это что-то без какого-то недостатка. Но чтобы нам понять, о чем же идет речь вот здесь, именно в этом слове, которое употребляет апостол Павел, мы можем посмотреть на несколько текстов, в которых употребляется то же самое слово. И это слово, которое употребляет здесь Павел, это слово «телион». Именно оно переведено как «совершенное». Посмотрите на некоторые тексты. Первое послание к Коринфянам, которое мы рассматриваем. Вторая глава, шестой стих. Павел пишет, «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих». Употребляется то же самое слово «телион». И он говорит, «Мы мудрость проповедуем между совершенными». Кого он имеет в виду? Те, которые достигли вечности, те, которые безгрешны? Нет. Он имеет в виду христиан, которые в духовно зрелом возрасте находятся, которые не являются младенцами, которые не имеют эти характеристики детства духовного, а которые являются зрелыми христианами. Первое Коринфянам, 14 глава, 20 стих. Посмотрите, Павел говорит, «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». И он употребляет опять то же самое слово «телион», которое и здесь, в 13 главе. И мы видим, здесь оно переведено тоже как бы корнем совершенства, но совершеннолетние. Опять имеется в виду духовная зрелость. Христиане, которые не в детском состоянии, а в зрелом духовном состоянии. Мы читаем с вами Филиппийцам 3, 15, написано, «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это вам Бог откроет». Мы видим, что в каждом из этих случаев речь не идет о вечном состоянии, о безгрешном состоянии. Речь идет о духовной зрелости, в которой находятся христиане, и употребляется слово «совершенные». И вот когда мы эту мысль переносим на 13 главу, и апостол Павел говорит, когда же настанет совершенное, тогда мы можем сказать, что принимая и второе пришествие Христа, принимая и написание Нового Завета, Павел здесь говорит о духовном возрасте. О духовном возрасте людей, христиан, и о духовном возрасте церкви в общем. Потому что церковь только появилась в день Пятидесятницы. И это состояние как бы духовного такого младенчества. И мы читаем с вами, это особо видно, когда вот мы читаем 4 глава Ефесиным. Посмотрите, в 4 главе апостол Павел пишет так с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами». То есть даже говоря о церкви в общем, он говорит, церковь растет возрастом Божьим, чтобы не быть младенцами, но чтобы возрастать, она имеет приращение самой себя в любви. И вот здесь апостол Павел говорит об этом начальном периоде церкви. И он говорит, когда же она станет совершенная, когда это состояние духовного младенчества или начального этапа церкви прекратится, тогда то, что отчасти оно останется в прошлом, потому что церковь будет в духовном возрасте зрелости. И вот здесь вот мы рассуждаем об этом, мы видим, что апостол Павел, конечно, я говорю, он говорил и о каноне, он говорил и о будущем, но для нас важно понять вот этот образ, который использует апостол Павел в 11 стихе. Он говорит, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Чтобы объяснить церкви вот эту истину, он приводит в пример самого себя. Он приводит пример жизни. Он говорит, когда я был маленьким, я как маленький или как младенец говорил, мыслил и рассуждал. Но когда я вырос, когда я стал взрослым, то я уже сегодня не говорю как маленький, и мыслю я по-другому, и рассуждаю я уже по-другому. Я рассуждаю как взрослый человек. И вот здесь, когда мы видим, смотрим этот образ и применяем, о чем же апостол Павел здесь говорит? Посмотрите, он употребляет три характеристики младенца. Младенец, он говорит, он говорит как младенец, он мыслит как младенец, и он рассуждает как младенец. И вот здесь вот мы видим, что апостол Павел эти же три дара, которые должны закончиться, он употребляет в этом образе. Как разговаривает младенец? Он разговаривает. Но мало кто понимает младенца. У него свой язык. Он какие-то звуки произносит, он пытается что-то говорить, он учится только. Мало кто понимает, может быть, родители только понимают, что говорит младенец. Апостол Павел говорит, вот так и в жизни церкви. Дар иных языков – это дар, который был дан в возрасте младенчества. Но он говорит, мы отчасти говорим, мы отчасти знаем, мы отчасти пророчествуем. Но когда наступает период зрелости церкви, тогда мы уже не говорим на младенческом языке. Тогда это остается в прошлом. И применяя тогда дар иных языков, мы говорим, что когда церковь достигает этого духовного возраста, особенно когда появляется Новый Завет, когда они получают это Божие откровение, законченное, которому уже ничего нельзя добавить. Иоанн говорит, кто добавит на того, Бог наложит язвы. Тогда Павел говорит, младенчество закончилось. Уже не нужно говорить на этом младенческом языке, который был дан церкви в то первое время. Второе, что мы видим, он говорит здесь о другом, он говорит, по-младенчески мыслил. Дар пророчества он начинался в том, что Бог давал откровение пророку. Пророк получал это откровение разными способами, но он имел это откровение в мыслях своих, и он должен был говорить это пророчество. И Павел говорит, это тоже состояние младенчества. Это тоже начальный период церкви, когда нужно было, но когда возраст становится духовной зрелости, мыслить по-младенческой уже нет смысла. И третье, он говорит, по-младенческой рассуждал. Это было особое знание, которое нужно было на тот период, когда не было записанного Нового Завета. И поэтому были пророки, были особые учители, апостолы были, которые проповедовали Новозаветную истину. Были те, которым было дано особое знание, чтобы написать послание. Сегодня ни у кого из нас нет этого знания. Никто из нас не может сказать, что я напишу это послание, и оно будет на том же самом уровне, как послание Петра или Павла. Это было особое знание, которое было дано тогда, но это было на тот период. Сегодня апостол Павел говорит, когда я стал мужем, то оставил младенческое. И вот здесь мы видим, он описывает это состояние зрелости, зрелости церкви, когда заканчивается вот этот начальный период, и церковь оказывается в другом состоянии и в другом положении. И поэтому мы видим, что апостол Павел, он использует как бы пример самого себя. И дальше посмотрите, в 12 стихе он говорит, «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу». И он дальше говорит, «Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». О чем здесь апостол Павел говорит? С одной стороны, мы применить это можем к Новому Завету, которого не было тогда. И он говорит, «Теперь мы знаем отчасти, потому что церковь знала истину Нового Завета только от пророков, только от тех, кто говорил на языках, и потом было истолкование, только от апостолов, которые говорили истину Новозаветнюю». И это было отчасти. Когда появляется Новый Завет, это полнота того, что Бог желает нам сегодня сказать. Но я говорю, здесь, конечно, мысль есть и вечности, потому что и там в вечности мы увидим это совершенно по-другому. И здесь, когда мы смотрим вот на этот стих, в нашем русском переводе сказано, «сквозь тусклое стекло». Если вы обращаете внимание, слово «тусклое», оно стоит курсивом, то есть его нету в оригинальном тексте. Буквально в оригинальном тексте сказано, что мы видим, как сквозь мутное зеркало. И мы понимаем, что зеркало или само стекло, хотя оно было изобретено давно еще в Египте, но вот зеркало, которое использовалось в то время, это не было зеркало, как мы привыкли. Только в XIII веке научились делать зеркало со стеклом, покрытым оловом. А в то время это было металлическое зеркало, которое было отполировано, и тем не менее оно не отражало, так как сегодня зеркала отражают. И Павел говорит, когда вот в тот момент, когда мы рассуждаем, мы как вот в это зеркало смотрим, мы видим только мутное изображение. И мы, он говорит, гадательно, то есть как бы догадываясь о многих истинах, не имея полноту откровения, но сегодня мы имеем Слово Божие. Сегодня Господь дал нам все, то, что Он хотел дать. Вы помните послание евреям, говорится в первой главе, в первом стихе, что Бог многократно и многообразно говорил в пророках. Но сегодня Он говорит нам в Сыне. Сегодня Господь дает нам откровение через Слово Свое. Потому что говорить в Сыне, это говорить евангельскую истину. Через Слово Евангелия мы получаем сегодня всю истину. И поэтому апостол Павел говорит, что теперь я знаю отчасти. Вот в то время, когда коринфяны думали, что у них все есть, у них языки, у них пророчества, у них особое знание, они думали, что они могут все теперь получить. Павел говорит, нет, это только отчасти. Вы еще не имеете всего, что Бог желает вам дать. Вы не должны превозноситься, потому что если у вас любви нету, то вот это отчасти, что вы имеете, оно не даст вам никакой пользы. И, наконец, последнее, о чем говорит апостол Павел в последнем стихе, в 13-м, он говорит, а теперь пребывают сии три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Посмотрите, Павел начал с трех особых даров, которые имели значение в коринфянской церкви. Языки, особое знание или пророчество, или даже он сказал, если тело мое отдам на сожжение. Но приходит в конце главы своей к трем совершенно другим указаниям вера, надежда и любовь. И он утверждает это, что, коринфяны, вот что вам нужно, вот что вам важно. И мы с вами находим, что в Новозаветне церкви вот эти три качества, они очень часто употребляются вместе. Мы читаем, например, Галатам 5 глава, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеют силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вот эти три качества, вера, надежда и любовь, они часто в Новом Завете идут вместе. И Павел говорит, вот что вам нужно. Но при этом он говорит, но любовь из них больше. У нас нету времени уже рассуждать, почему любовь из них больше. Но мы можем только сказать, что апостол Павел, говоря об этом, в других текстах он говорит, что однажды наступит момент, когда вера видением. И вечности уже не нужна будет вера. Мы читаем во 2 Коринфянам 5 главе, он говорит, «Итак мы всегда благодушиствуем, и как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушиствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Павел говорит, сегодня мы ходим верою, а не видением, потому что мы устранены от Господа. Но когда мы будем у Господа, мы уже будем видеть Господа, и нам уже не нужна будет вера в тот момент. Это сегодня мы ходим верой, а не видением. В другом тексте, когда он говорит о надежде, он тоже говорит о том, что надежда однажды будет заменена видением. И мы читаем об этом в 8 главе Римлянам, «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему его и надеется. Мы сегодня невидимы, поэтому нам нужна надежда, которая устремляет нас вперед. Когда мы придем в вечности и увидим Господа, тогда нам не нужна будет надежда. И поэтому Павел говорит, сегодня да пребывают сие три, вера, надежда и любовь, но любовь из них больше, потому что и вечность переходит в любовь. И там в вечности она будет иметь свое значение. И Павел говорит Коринфянам, вы должны проверить свое состояние. То, что вы имеете, не принесет вам пользы, если не будет у вас любви. Я думаю, что, братья и сестры, мы будем сейчас молиться, и нам нужно проверить свое состояние. Вот это состояние от младенчества в возраст мужа совершенного. Это важно и нам сегодня. Потому что и у нас часто проявляется это. Мы оказываемся в состоянии младенца. Мы оказываемся, что вот то временное, что дано было на начальный период, в первой церкви это были языки, пророчества, знания, это было временное, и они должны были вырасти из этого, потому что Бог дал им все необходимое для этого роста. Сегодня у нас может быть много младенческого, что остается, и мы не вырастаем. И сегодня, возможно, для нас это не языки, не пророчества, но, возможно, то младенческое состояние, когда любви нету, когда мы, как младенцы, нас часто обижают, мы часто плачем, мы ничего не можем, мы ожидаем, что кто-то будет нам помогать, кто-то нас утешит, кто-то нас ободрит. Павел говорит, нам нужен рост, я должен стать мужем, я не должен оставаться в младенчестве, я должен вырасти, я должен быть тем, кто утешает другого, кто ободряет, кто поддерживает, кто поднимает другого, чтобы не оставаться в этом младенческом состоянии, но двигаться вперед. Павел говорит, если у вас будет любовь, если у вас будут пребывать вера, надежда и любовь, вы будете в этом состоянии. Вы оставите младенческое, и вы станете в этом состоянии зрелости. И когда в церкви это произойдет, тогда не будет той проблемы, которая была в коринцевской церкви. И дай Господь, мы будем сейчас молиться, чтобы и в нашей поместной церкви это было. Любовь была на первом месте. На основании любви, веры и надежды мы строили отношения друг с другом, мы участвовали в нашем служении, мы использовали дары, которые Господь нам дал, так, чтобы не оставаться в младенчестве, но чтобы стремиться к этому возрасте, возрасту духовной зрелости. Помоги нам в этом, Господь. Аминь.